Добрый вечер! С вами Владимир Полупанов и мой сегодняшний гость Сергей Любавин, автор-исполнитель. Здравствуйте, дорогие друзья! Привет, Володя! Очень приятно находиться в студии шансона и здесь давать интервью. Ты знаешь, мы с тобой познакомились на «Разгуляе», если ты помнишь. И буквально после «Разгуляя» родилась даже у вас с Булановой еще одна совместная работа, да? Мы познакомились раньше, на самом деле. Дело в том, что я твои колонки в АИФе постоянно читал много лет. Вот, поэтому знакомство с журналистом произошло гораздо значительно раньше, но вот с ведущим радиошансон программы действительно на «Разгуляе» мы познакомились. То, что касается песни, совершенно спонтанно это получилось. Новогодняя песня. Мы с Таней, я ее подвозил просто до Олимпийского и включил. Спросила она, нет ли у тебя чего-нибудь для Нового года такого музыкального. Поставил я эту песню и когда она прослушала ее, она сразу сказала, давай запишем дуэт. И буквально на следующий день мы этот дуэт записали в студии. Вот родилась такая еще один дуэт. Ну, мы еще поговорим об этой песне. А пока какие-то свои впечатления можешь рассказать по поводу «Разгуляя» московского? «Разгуляй», как всегда, грандиозное шоу, прекрасное, фестиваль, праздник. Он так и называется. Очень удачное название. Когда-то было выбрано. И всегда, как и всегда, море эмоций, праздник. Единственное, может быть, отличие этого именно «Разгуляя» – это то, что много очень артистов добавилось из тех, которые не участвовали ранее. Немножко расширился формат. В этом смысле, конечно, огромный плюс расширение формата, расширение аудитории. Ну, и такой, как мы говорим всегда, гастролеры, артисты, биток был. Да, да, был аншлаг на самом деле. Это очень приятно, был аншлаг. И очень приятно, что вот этот формат современного шансона люди так восприняли и так поддержали. Это всегда обнадеживает. И я всегда говорил, что шансон на самом деле – это песня. И я бы еще добавил к российскому шансону, что это хорошая песня. Вот когда будет вот такой формат соблюден, тогда будут формат на любые артисты. Люди будут приходить с хорошей песней. И вот этот и будет единственный критерий – хорошая песня. У меня сегодня в гостях Сергей Любавин. Мы вернемся к вам после небольшой паузы. Добрый вечер, с вами Владимир Полупанов. В гостях у меня сегодня Сергей Любавин. Добрый вечер, Сергей, еще раз. Добрый вечер, да. У тебя в следующий год юбилейный, я так понимаю, да? И у тебя намечается большой гастрольный тур по стране. Следующий год юбилейный, и не будем делать на этом акцент. Я всегда говорю, что артиста красят не годы, а какие-то новые песни, какие-то новые проекты музыкальные. И поэтому мы год этот практически весной у нас большое очень мероприятие знаковое – это Крокус Сити Холл. Ну, следующий год. Да, следующий год. Это 2016 год, 10 апреля, Крокус Сити Холл. И, пользуясь возможностью, я приглашаю всех москвичей, всех гостей столицы посмотреть на этот плод, ну, вот, наверное, десятилетнего труда, поскольку мысль записать симфоническим оркестром первую песню мне пришла именно тогда. И уже за это время накопился материал, сделано несколько программ с симфоническим оркестром. Тогда это когда, прости, не понял? Тогда это когда пришла идея? Идея 10 лет назад. А, 10 лет назад. 10 лет назад, да. И сейчас уже на сегодняшний день есть целая большая программа с симфоническим оркестром. Мы ее презентовали в Санкт-Петербурге, в Минске, вот сейчас в Молодечной. Я только что приехал из Белоруссии для Центрального Белорусского канала. Записали целую программу с их местным симфоническим оркестром, дирижертом Григорием Сорока, заслуженный деятель Белоруссии. И все это очень мне нравится. Мне нравится живое звучание симфонического оркестра моих музыкантов, ритм-секция, когда звучит вживую. Все это грамотно отстроено. Такой комфорт идет, такое дыхание, живое дыхание, оно распространяется на зрительный зал. И люди понимают, что это вот это вот настоящее. И плюс ко всему к этому подобранный вот за эти годы репертуар, самые полюбившиеся песни, я исполняю красивые. Это все, конечно, в плюс, и люди этому радуются. Вот причина тому, что вот у нас полный зал в Молодечно, аншлаговый концерт. И я думаю, что и Крокус мы постараемся, хотя не соизмеримо. Это здесь, конечно, огромный зал в Москве и очень ответственное мероприятие. Мы стремимся сейчас придумать какие-то еще более новые какие-то истории. Будут какие-то гости у нас, звезды эстрады. Естественно. Естественно. Татьяна Буланова. Придут друзья поздравить. Татьяна Буланова. С Варварой дуэт мы сейчас записываем. Михаил Захарович Шафутинский дал добро. Сергей Трофимов. Ну, будут, в общем-то, люди, которых я лично уважаю по творчеству в первую очередь. В гостях у меня сегодня Сергей Любавин. Мы к вам вернемся через несколько минут. Добрый вечер. У микрофона Владимир Полупанов. Беседую сегодня с Сергеем Любавиным. Сергей, есть у тебя альбом, который называется «Разбойные песни». Ну, во-первых, сразу хочу спросить. Тянет тебя все-таки в эту сторону? Нет, совершенно не тянет. И не тянуло никогда. Что побудило тебя? Это все равно, что спросить Достоевского, после того, как он написал «Преступление и наказание», тянет вас, Федор Михайлович, в эту сторону или нет? Конечно же, нет. Это любой альбом, любой проект. Это как написанная книга писателям. То есть, поскольку, когда писался этот альбом, и создавалась эта программа «Разбойные песни», это 90-е годы, конец 90-х. Помним, что в стране происходило. И сам в моей семье тоже произошло такое вот событие, как бы, со знаком минус. Вот мой дед, допустим, отсидел 7 лет в сталинских лагерях. Был репрессирован, да? Да, репрессирован за то, что там рассказывал уже, спихнул, на элеваторе работал вдове, у которой там 6 детей было, в огород мешок пшеницы. И сосед увидел, как говорится, стукнули на него, и 7 лет по этапу пошел. Вот были времена, да? Были времена, и интересно, очень, как бы, освоение Колымы. И, в общем-то, у меня нет в программе, в моих песнях, какой-то спекуляции, какого-то прославления этих шкон, канары. Я сам это не люблю. А есть песни о судьбе русского человека, о его мужестве, о его характере, о каких-то вещах, которые, в общем-то, присущи вот нашему человеку на этих просторах, где дикая природа, ну, прекрасная. И как он выживает, как он справляется с этим. В этих суровых условиях. В этих суровых условиях, в общем-то, об этом программа. И, в принципе, я нисколько никогда не откажусь ни от одной песни, вот, хотя сам по образу, как певец, как человек, я немножко в другом ключе работаю. Мне больше присуща лирика, какие-то красивые мелодии, вот, и это мне ближе. Но, тем не менее, вот такая написанная книга, изданная, вот такой альбом «Разбойные песни» у меня есть. Я так понимаю, что навеяно все это рассказами деда, да, вот об этих... Конечно, он мне много рассказывал, и там много достаточно интересных вещей, которые ни у Шаламова я не читал, хотя вот человек столько написал и отсидел в лагерях, великолепный писатель, прекрасный. Вот, когда они приплыли на Колыму, может, дед мне рассказывал, и их с баржи просто в тайгу туда высадили, зэков, и когда они проснулись утром, на следующий день, двух зэков уже съели волки. Просто реально. Кошмар. Вот это колымские... И им приходилось что делать? Они в лапах сосен, в кронах, делали себе лежаки, такие шалаши, и отработав рабочий день, и залазили туда на эти сосны, и ночевали, чтобы зверь не подошел и не съел еще кого бы то ни было. Ну и много таких вот интересных каких-то фактов из жизни. В общем-то, это история нашей страны, как ни крути. Можно по-всякому к этому относиться, но это история нашей страны. И я рад тому, что в какой-то частичке там своей песни, в какой-то я это сделал документальным фактом. И, в общем-то, наверное, вот это предназначение этого альбома больше, нежели какое-то художественное или эстетическое. Я понял. Мы сегодня общаемся и слушаем песни Сергея Любавина. Вернемся к вам через несколько минут. Добрый вечер. У микрофона Владимир Полупанов. В гостях у меня сегодня Сергей Любавин. Сергей, я так понимаю, что у тебя все-таки была дилемма. Кем стать в этой жизни? Ведь папа у тебя писатель, мама преподаватель русского языка и литературы. И ты, в общем-то, с детства рос, скажем так, в окружении людей, которые работают со словом. И хотел стать журналистом, я знаю. Но почему-то не стал им. У меня не было, на самом деле, дилеммы какой-то и не было стремления кем-то вот конкретно стать. Может быть, это во многом мне помешало. И я поздно занялся любимым делом. А помешало потому, что молодой парень, занимался спортом активно, журналистика. Это для меня как такое отдушина было. Очень много прочитал там всю отцовскую библиотеку. Мать мне приносила. В советские времена была проблема, на самом деле, достать хорошую книгу. И поэтому я это все прочитал. И то, что касается что-то написать, какую-то заметку, это удавалось мне достаточно легко. Папа тебя с раннего возраста приучал, да? Да, по первым годам он как-то еще корректировал, говорил, что вот это вот слово «паразит», это это. А потом уже практически... И поэтому, когда я вот работал в газете, в молодость Сибири, журналистом, ну, практически я сдавал материал, просто его сразу брали. И здесь вот, в Москве, знаешь, на эту историю, десять раз уже ее оговаривал. Но, тем не менее, я... Как-то судьба меня все равно в эти... От журналистики далеко не отводила. Когда я приехал, поступил в Гнессинку в девяностом году, там не было общаги. Ну, просто и у меня родственников нет в Москве. И тогда были обкомы. Позвонил я в обком, говорю, что делать? Ну, они говорят, да вот, поступай, у нас есть Институт молодежи, факультет журналистики. В Москве? В Москве, да. Я поступил туда на факультет журналистики. У нас Геннадий Селезнев был куратором. Все взглядовцы, все видовцы, они читали нам лекции и Любимов, и Листьев. Вот. И просто в этом смысле очень интересное было время. Ну, и вот так параллельно я... Свободное посещение было там, учился и музыки, и... И ты писал статьи куда-то? И писал статьи, да. А где, кто публиковал их? Комсомолка, учительская газета. А чем? Я там практики, практику проходил. Потом газеты, дайджесты какие-то, которые... Сейчас их уже нет. Ну, из того, что есть, это экспресс-газета. В основном меня же интересовала музыка. Я брал интервью у известных исполнителей, да. У Игоря Саруханова большое интервью. У Шульгина, у мужа бывшего Валерии огромное интервью я сделал. Вот. И еще с какими-то артистами, молодежными группами их сейчас, к сожалению, уже нет. В общем, у тебя есть вторая профессия. Если что, сможешь зарабатывать журналистика. По-любому. Но не надо на это как бы уповать, потому что и ты знаешь, и я знаю, что журналистика – это серьезная профессия, серьезный труд. Если ты теряешь квалификацию, как говорится, долгие годы ты не пишешь постоянно и не думаешь об этом, это все теряется. Это как в музыке, как в пене, как с голосом. Если ты не занимаешься ежедневно, не шлифуешь вот этот аппарат, то со временем он становится хуже, он немножко уже теряется. Каменеет, да? Да, да, да. Поэтому навыки у меня есть, я понимаю суть этой профессии, понимаю, но дикого желания у меня никогда не было стать журналистом. Видимо, я чувствовал, что мне все-таки нужно петь больше. В гостях у меня сегодня Сергей Любавин. Мы к вам вернемся после небольшой паузы. Аргументы по Лупанова Добрый вечер. С вами по-прежнему Владимир Полупанов, мой сегодняшний гость Сергей Любавин. Сергей, у тебя есть песня «Волчонок». Я знаю, написана она, как бы основана, вернее, на реальных событиях. Ты два раза был в Чечне, в горячих точках. Совершенно верно. Скажи, пожалуйста, об этих поездках и об этой песне. Совершенно верно, и не только. Это с чего мы предыдущий выход закончили. У меня, в принципе, такая вот история моей жизни именно на сцене. Там есть о чем рассказать, в принципе, потому что я вместе со страной прошел этот путь. Я был в Таджикистане много раз на границе с Афганистаном, когда 201-ю дивизию вводили оттуда наши войска, и вот решалась дилемма. И как раз мы туда ездили несколько раз, и в один из приезд я лично сжег в резиновом баллоне автомобильном несколько килограмм героина, потому что застрелили парней, которые переправлялись с Афганистана туда через Пянч. Наши пограничники, они не остановились, ну, наркокурьеры. Вот, и много-много-много. То, что Чечни касается, я два раза был в Шали, в Гудермесе. Вот, и сейчас там, я знаю, что обстановка достаточно спокойная и достойная. В принципе, отстроили там и Грозный, и все. Но когда мы ездили, там вот прям поезд идет, и через каждые 500 метров воронка, и там сидит снайпер. То есть, они охраняли железнодорожное полотно. Вот, и много-много чего. И этот путь, он просто связан и с песнями, которые я пишу. И вот, в частности, «Волчонок», песня так и родилась. По рассказам ребят, которые лежали в госпиталях на момент боевых действий. Вот, и песня на самом деле о том, что ни один народ нельзя победить. Ни русский, ни чеченский. И этого никогда не будет. Вот, об этом эта песня. А как, на первый взгляд, когда ты ее прослушаешь, о том, что вот там солдат, он с кем-то дрался, он куда-то убежал. Но более глубокий смысл он такой. Вот, как мы вспоминали в «Кавказском пленнике». Что человек убегал, и потом этот чеченец, который его догнал, он мог его застрелить. Но он просто понял, что это настоящий мужчина и воин. И он достоин жить. И он не стал это делать. Это говорит о том, что, во-первых, о благородстве, а во-вторых, о мужском достоинстве. Что, если есть это достоинство, люди будут любых национальностей будут всегда друг друга уважать. И много в твоем репертуаре вообще таких вот песен? Или сегодня все-таки это в основном любовная лирика? У меня есть в репертуаре и новые песни, и «Плачут по нам березы». Еще песни есть именно касающиеся каких-то социальных, о войне, о наших ветеранах. Но в основном мое кредо на сегодняшний день и совпадение образа, который на сцене и с тем, что я пою, это, конечно, лирика, это, конечно, красивые мелодии. Помимо авторов наших российских, это и Игорь Азаров, который написал альбомы для Успенской. Это и Вадик Усланов, это и много-много-много людей, которые участвовали в создании этого альбома, этой программы, а также западные композиторы. И Франция у нас, и Аргентина, и Бразилия. То есть мы берем западные мелодии для того, чтобы, я пишу слова, для того, чтобы сделать специально именно вот под симфонический оркестр. Очень красиво они делают эти вот самые гармонии, мелодии. Это очень красиво звучит вместе с симфоническим оркестром. И недавно вот мы записали песню, которую исполняет на Западе, Майкл Баббл, такой певец есть. Она в моем исполнении называется «Мы любим море». А музыка, на самом деле, негритянская группа The Drifters, они еще 50 лет назад написали эту песню. И вот, то есть я хочу сказать о том, что я не чураюсь брать какие-то мелодии мировые. Мировые хиты. Мировые какие-то хиты или какие-то мелодии, которые мне нравятся, но не наших, не обязательно наших российских композиторов. Вот. И это дает то, что, ну, это расширяет... Палитру твою. Расширяет палитру и делает более насыщенным программу. У нас небольшая пауза, мы скоро вернемся к вам с Сергеем Любавиным. Добрый вечер, с вами по-прежнему Владимир Палупанов. Мой сегодняшний гость Сергей Любавин. Сергей, как ты любишь отмечать Новый год, ведь не за горами этот праздник? Очень люблю этот праздник и люблю отмечать его на работе. Сам просто подвижный человек, по жизни не люблю салат, там, рюмка чая, это вот не мое. Я люблю где-то поработать, потом поехать куда-нибудь на горку, потом еще, ну, что-то такое. На горку для чего? На горку прокатиться. Ты лыжник с горки? Нет, ну, так, на ватрушке. Понятно. Вот. И поэтому всегда очень люблю, ну, главный наш праздник, дети его очень любят, и поэтому всегда очень так на работе беру всех в машину, или если какой-то город, едем туда и там отмечаем в этом городе. С семьей, ты имеешь в виду, да? С семьей, да. Новый год, вот, то, что касается этого праздника, то, что касается песни, которую мы записали вот под Новый год, очень интересно. С Татьяной Булановой. С Татьяной Булановой, совершенно верно. Очень интересная работа, и она радует меня тому, что вот мы как с Таней, как с песней «Цветок» получилось, очень спонтанно, неожиданно. Планировалась одна певица, потом Таня раз, все взяла в свои женские руки, так и здесь я ее подвозил в Олимпийский на «Разгуляй», и она услышала у меня в машине, играла эта песня. Она говорит, что за песня? Говорит, да вот, Новый год, давай, говорит, дуэт. И вот так родился этот дуэт, мы записали, презентуем первую презентацию на шансоне этой песни, надеюсь, что она понравится. Она называется «Кружится снег». Кружится снег. И автор Вадик Усланов, я ему благодарен, очень хороший автор, очень тонкий, чувствующий музыкант, и поэтому я думаю, что будет будущее у этой песни. Ну, прежде чем с тобой попрощаемся и послушаем эту песню, все-таки какие-то пожелания нашим радиослушателям? Пожелания перед тем, как попрощаться с программой, с твоей, я хочу напомнить, что 10 апреля 2016 года юбилейный концерт Сергея Любавина и всех радиослушателей, радиошансон я приглашаю на это торжество. Будет очень много гостей, очень много новых песен, симфонический оркестр, будет много-много различных сюрпризов. Приходите все. То, что хочу я пожелать в новом году стране, людям, я всегда говорю так, мира вашим домам, чтобы мужчины любили женщин еще сильнее, крепкого сибирского здоровья вашим деткам, а остальное Господь все устроит. Спасибо большое, Сергей. Я, Владимир Полупанов, прощаюсь с вами. Вернусь к вам в понедельник. Всего доброго. Аргументы Полупанова Редактор субтитров А.Семкин